Привет, друзья! Меня зовут Вера, и я рассказываю о книгах. Новый год совсем скоро, и если вы еще не читали ничего новогоднего рождественского, сегодня поделюсь несколькими идеями. Книг про Кротика у нас не было. Это первая и очень удачная. Здесь две истории – Кротика-снеговик и Кротика-рождество. Первая история очень добрая, и она здорово написана. Ребенок через контекст знакомится с какими-то отдельными явлениями, и узнает разные факты, названия. По сюжету Кролик слепил снеговика, который вдруг стал живым. Они очень весело играли, они катались с горок. Кротик о снеговике заботился, собирал его, если тот разваливался на снежки, кормил сосульками, но потом пришла весна, и, к сожалению, снеговичок начал таять. Ну и, конечно же, его друг Кротик вызвал доктора, и было решено перевезти снеговичка в горы, поскольку там, высоко-высоко в горах, круглый год лежит снег. Ну и, конечно, Кротик с нетерпением ждал следующей зимы, когда они снова встретятся с его другом снеговичком. Хорошая сказка, очень добрая. Вторая, в принципе, тоже неплохая, Кротик и Рождество, но здесь хулиганит ворона. Кротик хотел сделать лесным жителям сюрприз на Рождество, он нарядил елку, а ворона ее украла. И Кротик здесь очень сильно злится, он мстит вороне. Конечно, здесь тоже хэппи-энд, но в сравнении с первой историей все-таки она немножко проигрывает. Но если любите Кротика, эту книжку я очень рекомендую. Маленький мальчик Каю очень популярен в Канаде. Около 20 лет назад там шел детский образовательный сериал с Каю в главной роли. Он познает мир, учится новому, растет, в общем, вместе с вашим ребенком. У нас много книг из этой серии, каждая посвящена какой-то отдельной теме, конкретно это новогодняя. Каю ждет Санту. Сюжет классический, малыш решает дождаться Санту, полночи не спит, прислушивается, предвкушает, а в итоге все-таки засыпает крепким сном, а уже утром обнаруживает полные рождественские чулки подарков. Не могу сказать, что это что-то выдающееся, но тем не менее это хорошая книжка для обсуждения культур других стран. Это и рождественские чулки, и молоко с печеньем, которое Каю готовит для Санты. У нас, конечно, таких традиций нет. А еще мне очень нравится в книгах про Каю некая пропаганда семейных ценностей. Здесь постоянно фигурирует семья, взаимоотношения в семье. Даже в этой книжке в конце истории приезжают бабушка с дедушкой, вся семья собирается, и такой вот типичный американский конец счастливого Рождества. У нас, конечно, в описанном контексте актуальная фраза «С Новым годом», «На Рождество мы Санту не ждем», так что здесь смотрите, насколько вам принципиален этот момент. И еще одна очень популярная в мире серия – истории про девочку Конни. Смысл здесь такой же, как и в книгах про Каю. Конни растет, сталкивается с разными трудностями, идет впервые в садик, заболевает, теряется в магазине, у нее появляется братик и так далее. И о каждой ситуации отдельная история. В этой книге Конни празднует Новый год. И здесь в Альпине большие молодцы, понимая различия в культурах, и в частности в праздновании Нового года в России и в Германии, они сделали предисловие главного редактора направления Альпина «Дети». И здесь как раз уточняется, что эта книга расскажет, как праздновать Новый год в Германии, и акцентируется важность разговора с ребенком о праздновании Нового года в принципе. Зачем наряжать елку, где живет Дед Мороз, как он приносит подарки и так далее. Но несмотря на предупреждение редактора об описании европейского праздника, все-таки в истории герои ждут не Рождество, а Новый год, не Санту, а Деда Мороза, не 25 декабря, а 31, и адвент Конни делает тоже на 31 день. Да, здесь есть отдельный момент о немецких реалиях, это жареные каштаны, рождественский пунш, но в целом все адаптировано под российского читателя. По сюжету Конни и ее семья готовятся к празднованию Нового года, они покупают и украшают елку, делают календарь ожидания Нового года, идут на рождественскую ярмарку, все очень красиво и атмосферно описано, и в какой-то момент у Конни появляется сомнение, что Дед Мороз вообще существует, и как раз на рождественской ярмарке ей подворачивается случай проверить его существование. Она встречает Деда Мороза и шепчет ему на ушко, какой подарок хочет получить в Новый год. Конни решает, что если подарок действительно появится под елкой загаданной, то Дед Мороз существует, если же нет, значит нет. Разумеется, в конце истории она его получает, причем Дед Мороз лично приходит домой и вручает заветный подарок девочке. Если ребенок сомневается в существовании Деда Мороза, а вам по каким-то причинам очень хочется убедить его, что Дед Мороз все же существует, то, конечно, книгу советую, поскольку, несмотря на заверения одноклассника и свои сомнения, Конни все же убедилась, что чудеса случаются. Я бы, кстати, сказала, что обе книги и про Каю, и про Конни для детей до 4 лет. Кстати, в книгах про Конни в конце даже есть гид для родителей, подробная инструкция, как читать эти книги, чтобы развивать речь и воображение ребенка. Не могу сказать ничего плохого, серия хорошая, но с переводными книгами про Новый год и другие праздники стоит все же быть аккуратнее. Думаю, другие книги в серии, без привязки к каким-то культурным особенностям, традициям, будут чуть удачнее. Ну и наши любимчики, немного сумасшедшие, необычные, бесконечно веселые Тату и Пату. Кстати, смотрите, как символично знакомьтесь, это Вера. Вера – лучшая подруга Тату и Пату, и в этой истории она становится участником авантюры, которые устраивают эти веселые братья. Наша семья обожает книги про Тату и Пату не только за юмор и незатейливые сюжеты, но и за огромное количество мелких деталей на иллюстрациях, каких-то смешных нюансов, пасхалок, дополнений, покруче хорошего вимельбуха. И почему эти книги всегда долгоиграющие, а не на один раз? Потому что сначала рассматриваем, затем читаем, потом снова рассматриваем, и уже находим, что интересно, совершенно иные детали. Ну просто отличные. По сюжету Тату и Пату идут в гости к подруге Вере, друзья собираются вместе отмечать Новый год. Вера их очень ждет, она переживает, готовится, чтобы все прошло хорошо, но совершенно случайно наши дорогие чудики попали не в Вериндом, а в соседний. И с этого момента героев буквально захлестнула череда приключений. Забегая вперед, скажу, что все закончилось хорошо, хотя Тату и Пату изрядно потрепали нервы окружающим. Такая легкая новогодняя история, если ваши дети любят одиозное, странное, где-то диковатое, но очень смешное, берите даже не задумываясь. Есть у этой книги одна особенность, вряд ли дети ее заметят, но тем не менее я не могу о ней не сказать, должна вас предупредить. Родители Веры – две женщины. На этом не акцентируется, конечно. У одной из мам короткая стрижка, появляются они эпизодически буквально 2-3 раза, но на всякий случай имейте в виду. Это такие издержки переводной литературы, но я совершенно спокойно к этому отношусь. 21 век, во многих странах эта история легализована, поэтому совершенно ничего удивительного встретить такое в детской книге. Однако, мама моя, например, в шоке. На сегодня это все. Расскажите в комментариях о своих любимых новогодних книгах, что сейчас читаете, в каком возрасте. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, активные ссылки будут под этим видео, и там же будут ссылки на все книги из ролика. Берегите себя, свою семью и читайте хорошие книги. С наступающим! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!